СПОНСОР ПРОГРАММЫ КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОООПЕРАТИВ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 8 800 5 977 Здравствуйте, в эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о Краснодарском ипподроме, тем более, что есть совершенно замечательный повод для этого. 150 лет будет в этом году исполняться Краснодарскому ипподрому. А гость нашей сегодняшней программы – генеральный директор Краснодарского ипподрома Игорь Васильев. Здравствуйте, Игорь Игоревич. Здравствуйте. Вот я долго думал, как же начать программу. Мы будем говорить о спорте, мы будем говорить о конезаводстве, мы будем говорить об увлечении или о развлечении. Так для себя, честно говоря, и не определился. И все-таки, на ваш взгляд, Краснодарский ипподром и вообще ипподром – это все-таки больше спорт, это больше развлечение или это там в том числе иконезаводство, иконеразведение? Алексей, но сама деятельность Краснодарского ипподрома, она, конечно, включает все, что вы перечислили. Конечно, это иконозаводство в первую очередь, потому что ипподром – это та площадка, на которой лошади проходят именно племенные испытания. То есть все-таки в первую очередь – конезаводство? Первое – это конозаводство. Безусловно, второе – это является развлечением для людей, потому что люди, которые приходят на трибуну, они, конечно, не посвящены в тонкости конного воспроизводства и вообще конной отрасли. Они приходят посмотреть на это зрелище, сделать ставку, кому повезет, наверное, выиграют, ну и получить, конечно, вот это эстетическое, в общем-то, удовольствие. Конечно же, сюда относится и, безусловно, спорт, потому что езда верхом – это серьезные спортивные нагрузки, как для жокеев, в общем-то, и для лошади. Сродни – это практически параллельно, будь то это классический вид иконного спорта, либо конкурт, либо выездка. Но, тем не менее, основное то, чем мы занимаемся – это племенными испытаниями, скачками. Тогда, чтобы сразу закрыть эту тему, я понимаю, когда есть некий конезавод, который занимается этим, и он пользуется услугами ипподрома. Я понимаю, когда есть любители или профессионалы, которые коллекционируют лошадей, наверняка они тоже к вам приходят. Есть у меня очень хороший знакомый, которому лошадь досталась, что называется, по случаю. То есть ему подарили на некое торжество отличную, красивейшую скаковую лошадь. В таком варианте, я думаю, что таких людей есть какое-то количество, могут ли они обратиться к вам, в том числе, за тем, чтобы эту лошадь куда-то поставить? Ее же надо поставить, за ней же нужно ухаживать, ее же еще нужно кормить, а человек от этого в какой-то степени далек. То есть такие услуги вы тоже оказываете? Конечно, у нас есть направление полного пансиона, содержание постой лошадей у нас на Краснодарском ипподроме. Есть, помимо того, что Краснодарский ипподром занимается племенными испытаниями, скачками, у нас есть конно-спортивный комплекс, в котором, в том числе, и включается услуга по содержанию лошади. Вы, любой другой человек, который приобретает, помимо этого мы можем оказать и услугу по консультации правильного приобретения, потому что нужно понимать, в первую очередь, если человек приобретает, то приобретает для чего лошадь? Если просто приходить и вести уход, потому что ему нравится лошадь, это один вопрос. И опять-таки, если эта лошадь приобретается для семьи, не нужно скидывать со счетов, потому что сам конный спорт считается повышенной опасностью, спорт, и поэтому к этому нужно быть всегда готовым. А другое то, что если человек хочет заниматься спортом, да, вот всю жизнь мечтал, так называемая, да, и вот сбылась мечта его там, я не знаю, детства, накопил немного денег и так далее, он пришел для начала, ну, научиться, наверное, все-таки и понять, что такое лошадь, потому что лошади разные и по породному составу, понятно, и по характеру, и потом он действительно понял, что да, это его. И тогда в этот момент он может, конечно, лошадь приобрести, и Краснодарский ипподром в этом оказывает поддержку. А в любом возрасте можно начать. Я понимаю, когда там маленьких детей учат. Я могу прийти и сказать, вот я вот всю жизнь мечтал, я ни разу в седле не сидел, правда, но вот сейчас вот... Алексей, три года назад у нас был такой, я бы не сказал, случай, он приятный, наверное, случай, внук подарил своей бабушке 80-летний абонемент для того, чтобы всю жизнь женщина мечтала сесть верхом на лошадь. И вот он ей сделал этот подарок в ее юбилей, и она действительно получила то удовольствие и ту мечту, о которой она мечтала, она просто... А, то есть у меня еще есть несколько лет. У вас есть. Вы можете прийти в любом возрасте действительно к нам и позаниматься, и не только у нас. В Краснодарском крае сейчас много открывается конно-спортивных и школ, и клубов. Это очень хорошо. Ну и то, что у нас, вот на Краснодарском, повторяюсь, ипподроме, мы с детьми занимаемся с трехлетнего возраста. Ну это же, я надеюсь, не большие... Это не большие лошади, это начинается пони, да, но все навыки, вот первоначальные верховые езды мы на сегодняшний день даем. У нас на территории находится краевая конно-спортивная школа, и уже ни одного воспитанника Краснодарский ипподром передал вот в эту школу. Тогда еще один момент. Ну это же, я так понимаю, не просто там приехал, тебя посадили на спину лошади, да, там по кругу поездил, все. Это же и уход, это же и общение, да, это же, в конце концов, это называется, по-моему, ипотерапия, да. Это тоже можно все сделать? Это разное. Ну, уход, безусловно, мы прекрасно должны понимать, что если ты наездник, то ты должен понимать все основы, безусловно, и кормление, и уход, и требования, и зоотехнические, и так далее, все, что касается лошади. Ипотерапия немножко это другое, есть у нас тоже это направление, и мы занимаемся уже больше 10 лет, мы работаем с реабилитационными центрами, к нам приходят дети, мы за ними наблюдаем с разными, в общем-то, пороками, это и аутисты, это и ДЦП, в общем, тоже занимаются. Но это дети, со взрослыми мы сегодня не работаем по этому направлению, по ипотерапии, с детишками мы на сегодняшний день мы работаем. Вот два года подряд мы уже проводим паралимпийские соревнования у нас на Краснодарском ипподроме, ну и сами участники, дети и родители, конечно, они очень довольны и благодарны. Тогда давайте вернемся к главным задачам, о которых мы говорили в самом начале. Вы сейчас сказали слово соревнования, периодически я думаю, что многие жители города Краснодара видят эти афиши, особенно когда становится тепло, о том, что проводятся скачки на Краснодарском ипподроме. Как часто они проходят, такие скачки? Есть ли все-таки такое понятие сезона, да, там, ну да, холодно, да, когда, ну, слава богу, зима была не такая холодная, но когда лед, вряд ли, наверное, кто-то скачет? Ну, изначально хочу сказать, что нам очень повезло в Краснодарском крае, потому что здесь сосредоточены основные конные заводы страны. Более 80% доли воспроизводства лошадей английской чистокровной верховой породы племенной лошади от рынка российского занимает именно непосредственно Краснодарский край. 80% всей страны воспроизводства поголовья лошадей занимается непосредственно Краснодарский край. То есть для меня это новость на самом деле. Еще один повод гордиться краем. Ну, вот я об этом хочу и сказать, что действительно это гордость. У нас есть ведущие конные заводы, которые еще были и в советском периоде времени, и лошади именитые есть, которые в свое время и коневладельцы, и конные заводы, и Европа, и Америки приобретали этот материал, увозили к себе в страну и занимались, в общем-то, селекционной работой. Второй очень важный фактор, то, что сам по себе край, ну, понятно, он аграрный, он благодатный, еще помогает непосредственно погода, да, которая климат, климатические условия, которые позволяют сегодня проводить и тренинг, и скачки в любую погоду. Краснодарский ипподром открывает сезон именно скачек верховых пород, самой первой в стране. 22 апреля в этом году открытие и в день этого дня открытия будет празднование 150-летия образования Краснодарского края и самой, в общем-то, идеей ипподромных скачек. И самый последний Краснодарский ипподром в стране закрывается, закругляет, в общем-то, этот скаковой сезон. Хотя, в принципе, сами скачки, вот благодаря климатическим условиям Краснодарского края, их можно осуществлять круглогодично, ну, просто сменится породный состав, да, уйдут там чистокровные лошади, это могут быть лошади полукровные, это могут быть расистые забеги. Они когда-то были у нас в Краснодарском крае. Полный спектр, вот то, что касается племенных испытаний и породного состава, в Краснодарском крае был всегда. Это английская верховая порода, арабская порода, ахалтикинская порода, это были барьерные скачки, это был степельчес, это были расистые завеки. А сейчас? Сейчас у нас три породы, которые у нас проходят испытания и скачки на Краснодарском ипподроме. Это сохранено. В прошлом году мы реализовали проект и запустили, возвращаем наши традиции именно по барьерным скачкам. То есть не только чистые должны называться, гладкие, да? Да, не только гладкие скачки, но будут и барьерные скачки. Также мы в этом году, у нас они предусмотрены календарным расписанием, и коневладельцы об этом знают, они готовят лошадей на эти испытания. И в том числе мы хотим запустить в этом году проект «Пости пельчезу». То есть это тоже в новом сезоне сможем быть? В новом сезоне, да. Хорошо, об этом сейчас отдельно поговорим, посмотрим рекламу, потом вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о Краснодарском ипподроме, тем более, что этот год для такого знакового, для города и для края, место юбилейное, 150 лет, исполняется Краснодарскому ипподрому. Игорь Игоревич, ну вот мы говорили, заканчивали, по крайней мере, первую часть о том, что расширяется программа скачек на Краснодарском ипподроме, не только гладкие, но и с барьерами, с теплчез. Ну, да, я думаю, что люди, которые так или иначе смотрят новости, смотрят светские новости, смотрят спортивные события, знают, что даже на самых именитых ипподромах, в той же Англии и в тех же Штатах, есть отдельные соревнования, есть отдельные скачки, которые привлекают, ну, наибольшее количество зрителей, в том числе и королевских особ. Если говорить о краснодарском расписании, если говорить о краснодарских скачках, то какие вы бы здесь выделили, какие наиболее престижные, если можно так говорить? Вы знаете, самое престижное, конечно, если это именная скачка, и она важная, в общем-то, и для Краснодарского края, я бы сказал, и для администрации Краснодарского края, это, конечно же, кубок губернатора Краснодарского края. Вообще, у нас в России считается, что вот кубок губернатора – это вторая скачка и второе событие именно в скаковой индустрии после скачек на приз президента Российской Федерации. В стране? В стране. То есть это вот такой, получается, вес, да, приз президента и кубок губернатора. Если говорить о… это главное событие Краснодарского края. Если говорить о главной скачке, которая, она определяется, она отраслевая, это скачка, которой готовится, в общем-то, не один год лошадь, это, конечно, большой краснодарский приз дерби. Он проходит практически на всех ипподромах, просто в разный период времени. Наши все соседи, которые рядом, южный куст, это и Пятигорский ипподром, это и Ростовский ипподром. Ну, для начала, когда вообще готовятся сами племенные испытания у нас в России и в стране, значит, мы смотрим, обращаем внимание и ведем работу с календарным планом. Потому что некоторые лошади скачут и испытывают лошадей на Краснодарском, после этого они перемещаются, едут к нашим соседям, либо в Пятигорск, либо в Ростов. Ну, и как кульминация, да, то, что у нас смещается сегодня ближе к концу, там, скажем, или к середине скакового сезона у нас в России, едут в Москву на более престижные призы. Ну, тогда получается, что здесь, в Краснодар, приезжают не только те, кто живут в нашем регионе, я имею в виду, и лошадей перемещают, да, и сами приезжают, и жокеи, и там, хозяева лошадей. То есть приезжают со всей страны. Для этого должна быть определенная инфраструктура. Для этого должны быть определенные условия. Опять же, вы сами сказали в самом начале, что у нас самый длинный скаковой сезон в нашей стране, наверняка, кто-то хочет начинать пораньше или там, заканчивать попозже. Насколько наш Краснодарский ипподром соответствует, ну, вот, последним, там, тенденциям, да, или там, последним требованиям, которые существуют в области и конезаводства, да, и, соответственно, соревнований? Вообще, конечно, достаточно хороший вы задали вопрос. К сожалению, сегодня у нас в стране, в России, если посмотреть на ипподромы, а их у нас, в общем-то, сорок два на всю страну, живых их, там, чуть более тридцати. Конечно, инфраструктура, она сегодня, ну, не совсем она соответствует вот тем мировым требованиям, которые сегодня и диктуют и нововведения, и в правилах, и в самой материально-технической базе. К сожалению, сегодня, к сожалению, сегодня ведется работа по изменению, да, вот, этих всех вопросов. У нас сегодня, если говорить в России, то самый современный европейского уровня ипподром, это, конечно, Казанский ипподром. Его строили в честь тысячелетия образования Татарстана. Непосредственно сам принимал, он государственный, непосредственно принимал участие в этом проекте сам руководитель республики в то время. Ну, конечно, пока этим нашим коллегам мы завидуем. Ну, а какие-то перспективы? А в целом, в целом. Опять же, там 150 лет, да? Есть повод заглянуть немножко дальше, да, построить какие-то планы. Перспективы есть? Я хочу сказать, что Краснодарскому краю, ввиду того, что все-таки он занимает лидирующую позицию и сосредоточены конные заводы, и требования к испытаниям, к скачкам, они достаточно высокие и предъявляют коневладельцы, потому что лошадь сегодня приобрести, ну, это достаточно такое дорогое удовольствие. Это от 200 тысяч евро и выше, да, вот, ну, ценники достаточно серьезные. Поэтому сегодня каждый коневладелец, который приходит сегодня ко мне на ипподром, он, конечно, предъявляет очень жесткие требования и к дорожке, и к условиям содержания, и к перемещениям, и для того, чтобы лошадь проходила тренинг, и если необходимо предоставление каких-то дополнительных услуг в виде ветеринарии, зоотехнии, кормления, ну, и так далее, и так далее. Конечно, перспективы есть. Мы сегодня в диалоге с администрацией Краснодарского края, с губернатором непосредственно, с законодательным собранием, министерством сельского хозяйства, потому что, в общем-то, мы интегрированы в сельское хозяйство. Да, там патронат определенный. Совершенно верно, да. Мы в диалоге. Я могу сказать одно, что Кубань не просто она заслужила, она обязана иметь современный ипподром мирового уровня. И он должен быть не просто ипподромом для проведения, там, скачек или спортивных соревнований. Это должен быть, конечно, многофункциональный круглогодичный комплекс. Туда, куда люди могут приходить и зимой, и летом, да, даже если то, о чем мы говорили, круглый год проводить какие-то заезды, либо скачки, чтобы зимой это было тепло и комфортно, потому что все-таки в первую очередь это люди, которые приходят на трибуну. А здесь уже, в общем-то, синергия, потому что мы начинаем говорить, да, там, кадровый голод, нехватка, где возьмут и подчеркнут информацию. Те же самые дети, которые приходят там на трибуны. Увидели лошадь, понравилось, пошел заниматься спортом. Увидели лошадь, захотелось пойти в профессию, стать ветеринаром, либо зоотехником и так далее. То есть эта синергия, она должна работать. И должна это быть сама и картинка, и достойная, и безопасная. Ну тогда, раз уж мы заговорили о детях, да, ну я честно скажу, я был там пару раз, тройку на ипподроме, и там, по работе, и так приезжал. Мне показалось, что детям уделяется достаточно большое внимание, да, и у них есть возможность и там, и чтобы родители куда-то отвлеклись, и чтобы дети могли как-то подойти, посмотреть. Если не пощупать, то, по крайней мере, достаточно близко пообщаться с лошадьми. Это, скажем так, ну такое веяние времени? Или вы понимаете, что вот если не уделять детям внимания, то и дальше развитие будет? Ну, не нужно говорить о том, что дети – это будущее. Безусловно, в перспективе они будут, конечно, определять и в том числе и отраслевую какую-то политику. Но хочу сказать одно, что мы, Краснодарский ипподром, направлен и нацелен на любого клиента. Конечно, мы прекрасно понимаем. Приходят женщины. У нас девиз «Отдых всей семьей». Поэтому, если мы подразумеваем и говорим, что отдых для всей семьи, значит, мы должны учесть интересы всех гостей, которые приходят к нам на ипподром. Еще у нас девиз «В чистоту пришел, из чистоты уходишь». Отработаны технологические, вплоть до того, что карты, для того, чтобы… Это открытая площадка, это открытый воздух, часто бывают ветра, тут же ресторан под открытым небом, мы прекрасно понимаем, это улетевшая салфетка, ну и так далее. То, что может… Вот чистая визуализация, когда человек приходит и уходит из какого-то непонятного базара, простите меня. Вот. Поэтому мы над всеми этими вопросами работаем. Если мы не можем сегодня построить там новую современную трибуну, то мы очень тщательно смотрим за порядком, за безопасностью и удобствами для людей, которые приходят к нам в гости на трибуну. Ну, у нас не очень много времени остается. Опять же, там, не часто, к сожалению, да, конный спорт попадает на экраны телевизоров, даже на спортивных каналах. Но, тем не менее, когда это есть, я с большим удовольствием смотрю и очень часто слышу фразы о том, что вот эта лошадь, там, начинала, что называется, свои первые шаги, там, в такой-то конюшне, на таком-то ипподроме, да, там, в такой-то стране и так далее и тому подобное. Краснодару в этом отношении, Краснодарскому ипподрому есть чем гордиться? Есть, конечно. Я имею в виду даже в современной… Есть, конечно, чем гордиться, потому что Краснодар – это то единственное место, где в основном скачут лошади первого эшелона нашей страны. Потом я еще хочу добавить, что на сегодняшний день мы очень тесно работаем с каналом Мач-ТВ «Конный мир». Самое большое количество трансляций сегодня скачек племенных испытаний – это Центральный Московский ипподром и Краснодарский ипподром. Это прямые эфиры с покрытием России, страны СНГ, это Америка, это Англия, это Франция, это Арабские Эмираты. То есть представляете, какая у нас, в общем-то, аудитория и кто, в общем-то, за нами наблюдает. Но мне хотелось еще сказать очень важную вещь, что вот все-таки 150 лет, которые мы ждем, это действительно праздник. Он не только праздник для Краснодарского края, это праздник именно для всего конозаводства, именно России. И действительно нам есть чем гордиться. И то, что в 1868 году, когда были первые учреждены, во-первых, правила, граф Сумароков Эльстон организовал для конозаводства, поддержание конозаводства и наездничества. Он учредил на ежегодной основе, чтобы скачки, а это называется, что дело стало жить, и дело стало государственной важности. Вот это нужно очень об этом помнить. И хочу повториться, что Краснодарскому краю действительно есть чем гордиться. Ну что ж, спасибо большое, что пришли и ответили наши вопросы. Ну и прежде чем попрощаться, я понимаю, что заранее не поздравляю, но тем не менее хочу вас поздравить с наступающим 150-летием. И я надеюсь, что до этой такой замечательной даты мы еще с вами как минимум не раз встретимся здесь в нашей студии. А вам, уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о Краснодарском ипподроме, а гостем нашей сегодняшней программы был Игорь Васильев, генеральный директор Краснодарского ипподрома. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.